От женщины нельзя ничего требовать, довольно того, что она просто живет рядом. Молодушные люди даже счастья боятся, их, как говорится, и вата царапает. Если женщина внезапно расплачется, нужно дать ей поесть чего-нибудь сладкого, и тогда ее настроение моментально улучшится. На людей нельзя полагаться. Человек по природе своей, воплощенная жадность. Людям верить нельзя. У каждого человека хоть раз в жизни бывает период, когда он всем нравится. Кошки и женщины. Молчишь, зовут, подойдешь, убегают. Вообще же, если к бедности я испытываю какие-то чувства, то это страх, но никак не презрение. С детских лет я совершенно не представлял себе, как живут мои родные, что их заботят, о чем они думают, и в то же время не мог примириться с их унылым существованием. Когда силы человека истощены, дух его тоже ослабевает. У слабых людей всегда сильна тяга к жизни. Мужчины с щитом рыцарского благородства, обычно прикрывают трусливость и жадность. Понятие добра и зла, это выдумка людей. Так же, как и понятие нравственность. Чем более человек подвержен страху, тем сильнее он желает неукротимых страстей. Понять, как и чем думает женщина, казалось мне мудреней, чем разобраться в мыслях дождевых червей. Впрочем, само это занятие отнюдь не из самых приятных. Доверие между друзьями, истинная драгоценность, которой нужно гордиться. На земле нет ничего позорнее предательства. Любить всех, кого ни попадя, без разбору, значит не любить никого. Люди без гроша в кармане легко понимают друг друга. Счастлив тот, у кого хоть один день в году, хоть неделя проходит без особых забот. Жизнь хороша только тогда, когда ты можешь делать то, что тебе хочется. Я не способен надлежащим образом полюбить даже цветок. Ничуть не стыдясь, преподнести букет из одуванчиков, вот истинное мужество, вот поведение, достойное мужчины. Человеческая жизнь наполнена множеством чистых, счастливых, безмятежных примеров неискренности. Люди обманывают друг друга без любых мук совести. Кожуру с луковицы сдираешь, сдираешь до самой сердцевины, глядь, а внутри ничего. Жить страшно трудно. Со всех сторон стягивают тебя цепи, едва шевельнешься. Иногда я даже так думал, испытай ближнее хотя бы одну из моих бед, это единственное скосило бы их. Даже такой, как я, пока живу, отчаянно пытаюсь жить достойно. Люди с красивой душой пишут плохие книги. Не довести до конца начатое, все равно, что и не начинать. Одна и та же женщина утром и вечером, совершенно разные люди, между ними нет ничего общего, они как будто живут в совершенно разных мирах. Ты думаешь, что существуют какие-либо великие или бездарные творения? Это глупости. Если тебе нравится, значит хорошо, если нет, значит плохо. Вот и все. Все твое обаяние в том, что ты шутишь с ужасно серьезным лицом. Чем лучше написанное, тем меньше в нем должно быть высокомерие. Излишняя назойливость по отношению к предмету твоей привязанности, кончается плачевно, порой даже трагически. Дабы избежать напрасных мук, проявляй сдержанность. Люди, чувствующие страх перед себе подобными, как ни странно испытывают потребность воочию видеть чудовищ. Титул еще не делает человека аристократом. У некоторых нет никого титула, зато есть врожденное благородство. Все-таки удивительно, что обманывая друг друга, никто из людей, как видно, этим не мучается, обман стараются вовсе не замечать. Есть такое слово, отверженные. Так называют обычно жалких потерянных людей, нравственных уродов. Так вот, начиная с самого рождения я чувствовал себя отверженным, и когда встречал человека, которого тоже так называли, я чувствовал прилив нежности к нему, и тогда не мог сдержать восхищение самим собою. Сколько бы лет мы не прожили на этом свете, мы остаемся несмышленными детьми и ровно ничего не понимаем. Разве плохо, если человек человеку добро делает? Или угрюмая надменность лучше? Сколько же в этом мире несчастных, по-разному несчастных людей? Хотя нет, можно смело сказать, что все несчастны на этом свете. Когда меня спрашивают, чего я хочу, мне как-то сразу вообще перестает хотеться чего-либо. Все равно нет ничего, что меня обрадовало бы. В так называемом человеческом обществе, где я жил до сих пор, как в преисподней, если и есть бесспорная истина, то только одна, все проходит. Жить слишком грустно. Именно грустно, ни на тоску, ни на уныние сил уже не остается. Человек никогда так просто не подчинится другому человеку. Раб и тот стараются одержать победу, хотя бы ценой низкого раболепия. Несчастные люди остро воспринимают чужое горе. Будь ты и семи пядей во лбу, даже Сыном Божьим. Но одно дело, в родном доме, и совсем другое, в чужом краю. Лето, яркий светильник, осень, сиротливый фонарь. Именно малодушие делало мое прошлое, слишком обыденным. Захотелось стать страдальцем и прожить яркую жизнь. Я теперь не бываю ни счастлив, ни несчастен. Все просто проходит мимо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...